Ароматы пирожков, свежего хлеба и супов тянутся повсюду, но главное блюдо на столе – солдатская каша. Фудфестиваль «Славе не меркнуть традициям жить» впервые прошел в Ярославском колледже индустрии питания. Мы решили представить традиционный стол. На нашем столе представлен пирог с гречкой и грибами. Такое сытное блюдо, очень простое. Для него не нужно много ингредиентов, но очень можно быстро будет наесться, надолго хватит этой энергии. Также у нас представлены чесночные гренки с салом и луком, представлена каша гречневая с тушенкой и серху украшена зеленью. Кто кого переготовит – не главное. Участник должен почувствовать себя военным поваром. Приготовить из простых ингредиентов сытное блюдо под силу не каждому. Война войной, а обед по распорядку. И вот головое обеспечение во время войны очень важно было. Солдат, чтобы он шел в бой, он должен быть накормлен, напоен, он должен быть готов к бою. Удивить членов жюри своим кулинарным мастерством могли все желающие из колледжа. При этом учиться на повара не обязательно. Проявить смекалку решили даже бухгалтеры. Пока члены жюри оценивают блюда ребят, я решила провести свою дегустацию и узнать, чья солдатская каша самая вкусная. Ограничений по времени нет. Ребята готовили военную пищу дома или прямо во время занятий. А вот презентовать свой стол нужно за три минуты. Блюдо совершенно разное и совершенно разного вкуса. Нам очень сильно понравилось. Были приготовлены пищи дома, в домашних условиях. Жалко, что не полевых, но мы как ветераны боевых действий попытаемся организовать выезд именно на настоящую кухню полевую. Блюда жюри оценивали по соответствию теме фестиваля, вкусу и внешнему виду. Из всех блюд самая вкусная каша здесь. В чем секрет, ребят? В простоте приготовления и сытности. Победителя на фестивале нет. Награды получили все участники. Довольными и сытыми остались и гости. Анна Мелехина, Георгий Иванов. День в событиях. Анна Мелехина, Георгий Иванов. Продолжение следует... Продолжение следует...